здравствуйте вы смотрите амперметр и сегодня я расскажу вам о том чего так давно хотели и ждали от компании автоэнтерпрайз владельцы электромобилей европейского производства впрочем не только они автоэнтерпрайз начала комплектовать свои зарядные комплексы коннектором ccs type 1 или ccs type 2 для зарядки постоянным током электромобилей соответствующим разъемом ccs комбайна charging system универсальный разъем разработан в 2012 году альянсом европейских американских автопроизводителей совмещает возможность зарядки аккумулятора электрокара переменным или постоянным током коннектору переменного тока type 1 для сша или type 2 для европы добавлено два контакта постоянного тока автомобили с таким разъемом начали появляться на рынке украины в заметном количестве примерно с 2018 года и тогда же компания автоэнтерпрайз озадачилась разработкой собственного устройства для зарядки таких электромобилей а почему бы не приобрести уже готово решение против такого простого на первый взгляд решения есть несколько аргументов во-первых надежность во вторых стоимость что сказать если одно из самых доступных решений известного португальского производителя эфо цек стоит порядка миллиона гривен это при том что аналогичный по параметрам устройства производства компании автоэнтерпрайз ровно втрое дешевле не говоря уже о стоимости обслуживания этого решения где автоэнтерпрайз опять же выигрывает поэтому решение о самостоятельной разработке зарядки по стандарт ccs абсолютно оправдано перед инженерами компании было поставлено ровно две задачи создать соответствующий контроллер для управления зарядкой и программное обеспечение для его работы решение западных компаний как правило имеют размер с материнскую плату домашнего компьютера и работают на линуксе оба таких решения для автоэнтерпрайз неприемлемы во-первых требуется более компактное решение для размещения в существующем корпусе зарядных комплексов а во-вторых линукс как основа для программного обеспечения и соответствует уровню надежности в результате на свет появился вот такой вот девайс который по размерам соответствует тому же контроллеру который управляет зарядных комплексах автоэнтерпрайз зарядкой по стандарту чадему этот вот контроллер обеспечивает коммуникацию между зарядным комплексом и автомобилем который стоит на зарядке по многоуровнему протоколу протокол плc описывает порядок обмена данными между зарядной станции и электромобилем построен по тем же принципам что и протокол для компьютерных сетей айпи 2 6 процессе зарядки объем данным между машиной и зарядной станции идет постоянно разработали и создали съей девайс достаточно быстро а вот над программным обеспечением пришлось попотеть дело в том что вот тот самый упомянутый протокол который обеспечивает объем далее между зарядную станцию и машиной, которая стоит на зарядке, уж слишком громоздкий. И автопроизводители весьма вольно трактуют его требования. Ну, например, электрический Chevrolet Spark попросту игнорирует многие полученные от зарядной станции данные. А BMW i3 слишком требовательны к скорости обмена данными. Есть свои особенности и у других авто. И все это нужно было учесть, чтобы зарядная станция надежно работала с любым электромобилем. Но, разумеется, все это нужно было еще и протестировать на реальных автомобилях. Какая только автоэкзотика не побывала за это время в руках инженеров Auto Enterprise. В результате года напряженной работы разработчиков Auto Enterprise появилась возможность модернизации зарядных комплексов компании. На такой модернизированной зарядке полностью разряженный аккумулятор Chevrolet Spark заряжается до 80% за 15 минут. На графике зеленая линия показывает так называемый предлагаемый ток, ток, который может отдавать зарядная станция. Он постоянен и максимален. Желтая линия – напряжение. Она также фактически постоянна. Синяя линия – это уровень заряда батареи. А красная линия – это зарядный ток, получаемый автомобилем. На графике четко видно, что заряд достиг 80% всего за 15 минут. Многие даже и не заряжают свои машины дальше. После этой отметки ток снижается. Так происходит при зарядке любого аккумулятора, даже в телефоне. Ну а 100% заряда батарея получает меньше, чем за 25 минут. Таким образом, теперь у всех владельцев электромобилей с зарядным портом CCS появилась возможность заряжать батареи своих авто по-настоящему быстро. Прочие подробности, как всегда, на нашем сайте или по известному вам телефону.